Всем привет! Совсем недавно про душу была, я с мамой прощалась на работе. Ой, сейчас я дома, на дневной смене. Сегодня домой приехала пораньше, у меня сокращенно чуть-чуть был день снятый, я часы, приехала домой, собрала Лалюшечку со школы, вернее, встретила по дороге Сашку с девочками, приехала домой, я как за голодного окраю наелась. И знаете что? Я уснула, поспала часика два, наверное, в Бургенде. Надя и поспала. Меня начинает рубить в последнее время, наверное, что-то организму мой, походу, сдается. Но неважно. Короче, у меня сейчас нажарила рыбных котлет, освобождаем в морозилку, для того, чтобы туда что-то можно положить из домашнего мяса. У меня уже сохнут кумпяки по лендвицам. Посыпала перцем, черным посыпала хмели-сунели и смесь всяких перцев. Чеснок мы уже давно не ложим. Сейчас это дело мы будем с Саньком, ну не мы, а Санек будет сейчас заворачивать в этот... Как он называется? В тряпочке. В тряпочке. Заворачиваю. Фух, жарко. В котлеты жарила. А еще, мол, гора посуды меня ждет. Опять-таки. Опять-таки гора посуды. Подготовим стол. Для того, чтобы можно было сюда положить мясо. Сотрем. Вот. А еще чуть попозже я вам покажу. Там у меня у Санька телевизора включен. Я вам немножко попозже покажу. Что у нас в доме есть художница маленькая, мини-доминика. Карина уже этот возраст переросла. Рисует на листочках. Зато доминик у нас, бедолажки маленькой девочки, не хватает листочков. Поэтому она рисует на запрещенных вещах. Ругать ее нет смысла, потому что у нее мой характер. Это уже мамуля выкопанная, я знаю точно. Если бы я ее за это отругала так, чтобы она давно плакала и было бы ей там больно обидно, поверьте мне, то следующее ей, наверное, было бы по-плохое, это чего-нибудь было похлеще. Это я знаю. У меня больно. Я что-то была маме тоже утворила. Она меня за это поругала, побила, по-моему, даже по жопе. Ну, мне было очень обидно, что она меня ругает. Не помню, била-не била, но раньше через ремень все проходили. Это я вам сейчас попробую, дай ремня, деденку. Вот. И за то, что она меня поругала, побила, я взяла ножницы и порезала занавеску. Она мне поругала за порезанную занавеску. Тогда я взяла и порезала ее любимое платье. Надеюсь, после этого она поняла, что меня ругать нельзя. Или я. Не знаю. Ну, факт, что пословица такая, знаете, кому точно я нарочно, а кому вредно, то я назло. Вот. Это вся мать. Поэтому бить и ругать я не стала, просто, ну, поговорили спокойно, что дочке, ну, так же нельзя, это же вещь. Она же сейчас испорчена, теперь нужно ее как-то отмыть. А как ее отмыть, я уже забыла, мне говорили девочки. На шатерный спирт, а еще перекись водорода. Перекись водорода, если у меня здесь нет, то, значит, у меня в столе, в моем ногтями, нет. Есть перекись водорода, так что попозже я вам покажу ее рисунки на запрещенном месте и попробую вместе с вами стелить эту перекись водорода. Надо было бы маникюрчиком уже делать. Видите, все-таки ходят ногтики, кроме вот этого в одного. Какой-то он у меня не это. Паночка-бурчанская какая-то. Где-то я слишком много сувелит пальцы. Самое хорошее, сейчас, чуточку попозже мы с вами еще встретимся. Ой, мама не успела здесь снять. Когда меня к пальчикам держат, да? Прократи совать мне в камеру все всякие вещи. Вот я приготовила уже, закрутила тряпочки. Да! Красьте. Мордасте. Забор покрасьте. Сама. Сама. Крась. Куда лезешь на стол? Только хвалился, что это можно затянуть. Кому нужна кошка. Кошка, пойдем. Мам, заснимешь нашу нашу? Угу. Кошка. О, жирная. Кошка. Котяра. Ой, какая жирная котяра. Давайте на тебя. Не надо мне. Не надо. Не надо. А сюда сними. Снимай, ты же просунулась близко под камеру. Отвали трошку подальше. О, жирная котяра. Кошмар. Кошмар. Поснимаем папу. Как папа завязывает. А я с папом завязываю. Да. Пальчик нужен? Пальчик пока не нужен. Угу. Что расскажешь? Как дела в школе? Расскажи нашим подписчикам. Нормально. Пятерку. Пятерку получила? Откуда ты знаешь, что пятерку получила? Потому что наклейки это пятерки. Наклейки? Да. Может десятки наклейки, не пятерки. Пятерки? Пятерки наклейки? Фу, так это слабенькая какая-то. Конечно. А за десятки тогда что? Конфеты дают? Нет. О, у нас нету десяток. Нету десяток? Десятки это много наклейок. Да? У меня уже семь наклейок. Да? Семь. Семь. Стараешься. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. На другой странице. Семь. Ты на каникул домой рюкзак возьмешь, да? Показать наклейки? Да. Я возьму с собой рюкзак. Я сейчас после этого покажу. Попрыгунчик. Зачем? Взять мыло и шнурок. Это намек или что? Э. Вот этот рюкзак. Выбросить. Рюкзак полу. Вот этот рюкзак. Выбросить. Там была свинка. Да. Тогда можно другую игрушку прожить. Угу. А кто посуду помоет? Мама, надо. Кто будет посуду мыть, Винника? Ты? Ты помыешь посуду, ты помыешь. Надо. Я кружки-то не активно. На Карине, которая у нас посуду сфотографировала, там что-то написано. А, точно. За векарную посуду мыть. Карина, не мы посуду! На выходных, помнишь, здесь есть. Так это же не выходные. Сейчас Карина видит камеру и измотается от тебя. Там просто надо сделать фото. Ты что, поставить в бюджетную камеру, просто сфотографироваться, дальше бы думать я или что? Ага. Ага. Надо как-то приобщать все к этому делу, чтобы мыло посуду. Доминика! Мам! Работа твоя ждет папу у папы. Мама идет. Тут. Учитель сказала, надо помощь родителям. Я снимаю. Я вот, я снимаю. Учитель сказала, надо фото, как ты помогаешь маме по дому. У тебя вон посуда гора стоит. Ника, так не видно ничего. Маша, я тебя не просил помогать. Пусть иди сюда. Ты фото надо сделать для учительницы, да. Это как фото, вот и все камеры. Пусть и Маша, что ты ей душишь? Я же пойму. Маша, мне просто не пройдет. Тише, ты возьми, что Маша делает у папы. Тихо, тихо. Так, я тебя не просил помогать. На, Ника, влезь с ней. Хорошо. Маша! Маша! Какой вкусный бельчок. Какой вкусный червячок. Ручше убирай. Кошка, ты! Ты-ты-ты-ты. Ты-ты-ты. Маша! Швили, Швили, поближе. Она скатяет его. Ага. Она же расгабанела, что не умеет бегать. Ну и так. Она не хочет сильно бегать, она уже старая кошка. Я хочу немного попить. Такая она уже старая. Такая она уже старая. Маша! Маша не такая же старая. Лучше как быстро ты делаешь, она не понимает, собрать где твоя ниточка. Маша! Вот так вот мы развлекаемся иногда, да? Оп! Поймала. Она... Она же лезь словила. Лезь словила. Маша! Карина, пальчик, скорее. Что? Пальчиком попереди прожми. Камера ноги снимает. Иди. Айсёля, ну-то. Вот иди. Ау! Чтоб маму меня не снимала. Тойди. Не, не поцарапала. Спасибо. Не, Вась, не поцарапала. Не снимаю я тебя. Крин, хочешь с Масей поиграться? Что у нас есть покушать? Котлетки. Твоя любимая. Рыбковая. Мы с тобой уникой корену отблотили. А у нас еще надо с боченьку. Должны вырастуть. У нас все маленькие синки. Она весь сняла. Она весь сожрет. Уника, корена, кто-нибудь пальчик. Амелька. Я Мащу снимаю, не тебя. У тебя с собой делаем видеокамеру. Как же я там с Рызой? Где сниматься в кино? Какое кино? Мама. Мама. Хорошо. Ты что? Ну все отбежает. Где нота, Мася? Где нота? Болото, дом, любимое. Попробовал Мася мушку, Бел, поймал? Да. Мы ее съели. Да? Ну, мушку. Другой котов. И на что ее промах в дом, принесла мышку нам? Супу будешь варить? Да. Да? Ты на забыл, как мы супу варились, мышки? Мы не варились. Ну ладно, это целую неделю, Ева. Да, мы варили. Только мама камеру на папу наведет сразу хрэсь. Ты давай не глазь. Я не глазю. Кто хочет смазь? Мама, смотри. Мася, я не глянусь. Ты варилась, ты как говоришь? Вот Мусю мама-то не на все, да? Вообще шаленая кошка. Ну, сейчас мы маленькая. Ну, а Мася, я глянусь. Мася, уже пенсионерка. Что вы от нее хотите? Мася, уже готовость человеческой жизни у ее искала. Сколько? Ей только три года, Мася. Мася вообще-то в шесть, в шесть, в семь. Лет шесть, в семь. Доминика у нас маленькая-маленькая была, когда Мася появилась. Ну, хай там она уже вот, да? Я глянула Мася. Хай два. Ну, хай два Доминики было. Хай, когда кошка родилась, хай еще год. Сейчас Доминики шесть. Ну, лет пять кошки, да? Сейчас Доминики шесть лет. Что? Ну, красиво, как только. Мася старушка. Ты мне когда два фронта, и папе держи, и с кошкой гуляя. Мои шпателяв стоят, Педра, на готове. Уже нельзя. На готове. Завтра мам поедет на шабашку. Карнадиму и посуду. Зачем? Зачем, что мне твоя помощь нужна? Ты была чистая. Угу. Вообще-то мы сейчас спать дорожили. Да. Покажи меня. Что? Покажи меня. Не балуйся, не картащ. Я кошка. Пойдешь, тренируйте в сад. Угу. Они в школу. Я собака. Ты слишком близко в камеру. Только нос один твой виден. Так? Угу. Мася ждет поиграть с тобой. Давай, чем же я устала. Да? Я устала вас снимать. Все. Не буду больше. Хватит нас. И слава богу. Он еще помогал. Мяу, мяу. Уже дивредная Карина у нас. Мяу, мяу. Нажимай. Нажимай пальчиком. Как, Доминик, что вытворяешь? Это новая? Иголку. Иголку в ротике держала. Прикиньте, да? Сяжу, такая вяжу. Одну нимфу, одного ангелочка. Доминика сегодня занесла в школу. Карине тоже кадзово цену, да? Ну, нужно. Нужно, Карине. Вот второй ангелочек. Связала нимфу. Пришила. Вот это вот колечко такое. Пойду спать. Посуда не будет. Не знаю, может, утром рано помоем. Ну, не буду я сейчас барабанить на весь дом посуды. Прощайте меня, пожалуйста, с такую вот сранку. За бардак. По-другому никак. Слишком поздно. Девочки тут. Я вам снимала, да? Ой, нет. Я в чат снимала свои. Ну, Надюшечка Борисова, моя солнышко, привет. Знает, о чем я говорю? Даже еще не убрали со стола. Тут Доминика ела варенье. У меня вон стоит у гора посуды. Зашла, читаю комментарии. Надюша пишет, где уже спать, хороший вязать. Я говорю, как стать? Я говорю очень сильно. Он прям спалил меня. У нас время без 15. Это, наверное, мое время. До часу. До часу вечно я тесю. А потом, вот, я могу проснуться в 5 утра, мне надо вставать. Это когда я в день на работу. Завтра мне на шабашку. Мне надо вставать будет. Сколько мне вставать завтра? В 6. А не в 6. Она же даже в пол шестого. Потому что шпателя у меня вон стоят. Приготовлены шпателя с ведром. Но мне с собой нужно еще взять. Пилу блоки пилить просили привезти. Еще там что-то надо. Короче. У меня не сорбана торба. С собой у меня собрано. У меня не собрано торба с собой, что мне нужно на работу на шабашку. Не знаю, слышно вам, что я говорю. Не слышно. Не хочу еще шуметь. На всю хату. А еще Юлечка, привет. А же селенький Юли. Девочка спрашивает у меня, что вы там засолили, кроме сала? Поляндвицо и кумбяк. Поляндвицо это... Между рубежками, по-моему, там где-то на спине. У свинки находится такая длинная, такая кусок мяса. Тоня. Ну, смотри какая свиня, да? Такая длиннющая пласт мяса. Круглая такая. Это называется поляндвицо. А кумбяк это задняя часть лапы. То есть передняя часть это лопатка. Понятно, лопатка даже у человека, что такое лопатка. И кумбяк тоже, да? Знаете, человек, что такое кумбяк. То же самое. Ну, да-да-да-да-да. Кумбячок, короче. У свинки тут обочесть. Азотистая часть, она разрезается на кусочки. Мы уже все развесили. Наверное, тут такая кусочек висит. А вы за батареей развесили? Ну, в этом снимали, видели, да? Вон. Все зависит на трапочке. Трапочка впитывает в себя сок, который есть в мясе. Часть сока мяса выпустила вместе с солью, когда солилась. Даже у меня не помыто ничего. Пожалуйста. А у Надюши срать. Часть солью вышла, а часть впитает в себя трапочку. Высохнет, опять впитает. Высохнет, опять впитает. Ну, в общем-таки вот. Все, наверное, уже час времени. Пять-пять-пять час. Ой, умно на себе ногти делать сапожник без сапог. Людям делаю, а себе не могу. Ну, в принципе, и не хочу, потому что у меня сейчас штукатурка, шпаклевка. Я знаю, что я все равно их сейчас укоцаю, закоцаю. Поэтому я себе ногти киперновым укоцам сделаю. Поеду скоро в отпуск. Я иду с 21 числа. Дети до 22 учатся. 23 уже нет, суббота. 22 Доминики утренник отпутится. И 23 числа поеду к сестренке Надарыч. К пельмяшкам, к своему и крестному сынули с дочень. Вот, поэтому Лешечка приветствовала. Скажи, мама крестная скоро приедет. Я очень по тебе соскучилась. Скоро приеду в гости. Побуду недельку. Сделаю. Сделаю там девчонкам ногтики. Сделаю себе, может быть, там ногтики. Потому что приеду, как раз уже скоро Новый год. Надо будет готовить. Думаю, некогда будет всем этим заниматься. Забыла, когда смотрите. Надо сюда смотреть, чтобы промывал глаза. Тут, а вот я она. Уставшая немножечко. Охранившая девочка. Все, моя хорошая. У нас уже поздно. Кто меня смотрит и ложится спать? Сладких снов. Наташа. Знает, к кому я обращаюсь. Когда я перейду к Настене, нам нужно встретиться. Познакомиться, папа лежит. А тут только инкогнито. Это только инкогнито. Но это на свадьбе у Насти. Ничего не помню, что было. Да как. Внутрь же свадьб. Поэтому нужно перезнакомиться. Девочки. И мальчики. Пока-пока. Доброе утро. Вам рассказать, какая я злая? Это капец. Во сколько бы мы вы не стали, мы не можем выйти без 15 и 80 дома. Мы всегда выходим почти 8 часов. А потом бегом к лошадке. По этим сугробам. Дороги не чистые. Ноги скользят. Еще пора на дороге нормально идется. А по этим сугробам, особенно Доминика, маленькими ножками перебирая, пишите, зайчик мой. Кошмар. Сижу сейчас это. Вон, видите у меня какой инструмент есть с собой. Пила. Я же умею пилить. Что-то попросили там. Нужно блоки положить. Дверной проем перенести. Короче, и захвостка. У меня захвостка в работе стоит из-за того, что они не могут сделать. Вот, везу инструмент. Мальчишкам, чтобы могли мне сделать фронт работы. Все. Еду на шабаш. Всем привет. Надя с шабашки. Доча, давай, это тема для нас. Немножко поспала. Сходила в душ, покушала. Вернее, покушала, сходила в душ, поспала. Меня привезли на машине. Мне повезло. Ой, опять захотела. Я думала, буду спать до 8 часов. Ой, работать до 8. Меня силы уже в 5 часов покидали. И тут хозяин квартиры как раз таки позвонил. Говорит, может, в красной коммуне надо? Вы там работаете? Нет? Ой, как хорошо. Меня привезли прям домой. Но тема не та. Совсем не та. Представьте, наши кори в школе задали решить 5 задач. А они самостоятельные? Самостоятельные. Попробовать решить. Завтра у нас будет... У тебя завтра будет самостоятельные. И, похоже, задачки тебе зададут. Но я сегодня была. И? Ну, иди расскажи, я не буду тебя снимать. Иди сюда. Я поставлю на паузу этот телевизор. Я же не могу объяснить правильно, что случилось с этими задачками. Я себя снимаю, не тебя. Рассказывай, что все слышали. В школе была самостоятельная. Сегодня должна быть. Должна была быть сегодня. Да. Но не была. Потому что никто не понял. Потому что никто не понял. И поэтому вам эти задачки дали решать домой. С нами. С вами. С нами, с родителями. В итоге эти задачки решает Антошка в Березинске. Папа ему послал фотографию. Эти задачки решает Антоша... Ну, послали мы своему Антошку в Березинске. Антошка там в группе своей решают. Подтянулся к нему в комнату второй курс. Вторым курсом решают. Потом Антоша скинул Мишке, братику двоюродному, с его девушкой. Они решают. Мишиной девушке мама решает эти задачки. Ну и, конечно же, эти задачки, в первую очередь, даже уже, чтобы сказать, что на этот момент, на момент снятия вот этого видеоролика они уже решились, но в Березинском об этом не знают. И в Красном тоже. Они еще решают эти задачки. Мы ответы уже знаем. За это могу сказать большое спасибо Надюшке своей Борисовой. Солнышко мое всегда пишет мне комментарии, всегда меня поддерживает во всех случаях, во всех ситуациях. Мы с ней общаемся в личку, а мы с ней общаемся в группе. Девчонками солнышко мое послало эти задачки своей сестренке. Большое спасибо сестренке Надюше, крепкого здоровьицы и большого ума, не такого, как у нас. Но задачки нам решили, нам их прислали. Я их тут уже себе накалякала, напереписала. Разжевываем. Жуем, разжевываем, думаем, что же случилось. Одну из них я могу вам зачитать, я не знаю. А давайте я вам сюда вот вставлю, и вы сами попробуете их решить. Как вы думаете, давайте я вот даже на весь экран вставлю, поставьте на этот вот, как он называется, на паузу и решите. Надеюсь, у вас получится. Даже ради интереса, просто ради интереса решить эти задачки. Обязательно поставьте на паузу. Им будет лень. Нет, я думаю, не будет лень. Если Антошка в Березинском решает, и этот. Просто интересно. Мы сейчас разжевываем эту задачку, эти задачки. И я не знаю, как, Карина, но мне нужен результат, ответ. То есть, если учительница будет проверять, она будет проверять. Нам нужен результат. На какую оценку, где у нас какие ошибки. Нам всё надо. Миллион. А? И будет миллион. Не важно. Два. Всё, я сейчас схожу. Хочу в ту биоалетку сходить. И будем дальше разжевывать. Хорошо? Мы с тобой не разжевали. А, мы с тобой третью задачку разжевываем, да? Угу. Почему? Откуда у нас взялся второй Х? Ребята, вторая задачка. Ой, третья задачка. Кто решал? Кто там поставил меня на паузу и решал? Ну-ка. Скидывайте свои варианты. Нам очень интересно. Ох, аж шея затекла. Время у нас 10 часов. Ужжен, шалатинство. Спать, пора. Карина, что-ка пошла переписывать эти задачки в чистовик. Кошмар. Ой, Санек помол посуду. Такий, молодец. Что-то у меня от штукатурки лицо. Где-то, может, я знаю. Так, я лягу спать. Я не буду вязать. Я обещала. Надюшечке. Поебай свой. Что я не буду сегодня вязать. Что я сегодня сшабашила, устала. И буду спать. Угу. Поэтому Всем сладких снов вместе со мной. Пока-пока. С вами попрощалась. И помните, да, я вам обещала показать попозже. Там Санек спал. Сейчас монтировал для вас видео. И вспомнила, что обещала вам показать маленькую нашу художницу. Вот у меня есть куртка новая. Да, купленная. Та-дам. Смотрите. Что это за пугало какое-то здесь летающее. Эй, фокус. Фокус. Ё-моё. Что делать-то? О, видите, какое-то пугало здесь летающее. Здесь губы. Губы. Ротик. И смайлик. Смайлик. Ещё раз смайлик. Вот. Художница. Видите? Пугало какое-то летающее. Губы. Это точно губы. Тут вот, ну, такое вырос, такое вот сердечко. И сюда вниз. И смайлик. Санек комментирует, как красота. Красота. Я думала, я её убью. И ей на это самое счастье было, что она в тот момент не была дома. Она ночевала у мамы Дани. Художница, ты спать сейчас собираешься? Нет. Время уже какое. И что-то у тебя здесь происходит, ты мне скажи. Что за гвиг вам? Что за балаган у тебя здесь? Сало ешь? С Антошкиной комнатой тут превратили непонятно что. Моя сушилка, само собой. И вон там Доминика под столом носки себе в кучку сложила. Он сало ест. И мультики, глядите. И два рубля. И два рубля. Конечно. И ещё два рубля. Давай спать бегом. Нет. Угу. Девушка пишет. Пишет. Девушка пишет. Хочешь, как только её не сняли. Бедоложку такую. Всё. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует...